здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ломонос пётр сегодня мы с вами поговорим о столовой свекле культура которая как бы растет во всех но не во всех почему-то получается давайте мы разберем наш вас уже культура посеяна выросла сейчас середина лета что можно предпринять для того чтобы эта культура наши давала хорошие корнеплоды и вкусные сладкие и хорошо хранилась зимой можно ли что-то еще исправить но если вы знаете с весны эта культура поразать корнеедом у вас а что корнеед значит корень главный ставьте очень тонкий и засыхал с халкор и соответственно погибали всходы но факт то что уже погибло то погибло у нас же много живых растений осталось значит давайте мы разбираться что мы можем сделать чтобы эти живые растения дали нам хороший приличный урожай корнеплодов ну значит ну во первых не забыла не забываем о том что на свекле как на любой культуре бывают свои болезни и свои вредители но если как бы вредителей на свекле там не много это свекловичная тля это там еще какие-то самые общие общие такие которые на всех культурах всегда от вредителей вот ну их изгнать легче то болезни как бы разождают многим вы многие наверно видели значит у вас свекла растет прекрасно развивается хорошо потом приходит осень вы убираете корнеплоды а зимой когда начинаете варить она внутри черная она черная как бы обугленная вот а это значит то что вы неправильно смотрели свою свеклу от чего появляется чернота или как называется гатная гниль свеклы это значит происходит от того что ваша свекла была повреждена болезнью которая называется фомоз в чем он проявлялся ну если так хочу ответственно я расскажу наш болезни на свекле тоже где-то десяток болезней существует одни вы видите по внешнему виду если на листья появляются пятна которые коричневого цвета и листья начинают засыхать это вызываться церкоспороз и вот церкоспороз приводит к тому что ваша свекла просто начинает листья засыхать засыхать она болеет она она отмирает при фомозе значит тоже листья начинают истончаться они стончаются начинают засыхать наш ну просто вроде свекла живая хорошая сок листики без всяких видимых причин это фомоз и фомоз что в чем это будет что потом корнеплоды будут черные трухлявые черные вы это видели вот далее ну растения растут прекрасно развиваются прекрасно что и что необходимо ставить что и что необходимо предпринять значит корня плода вы хранится гораздо лучше если вы сделать не корневую подкормку эту подкормку надо делать уже сейчас через середине в середине летом что мы сделал с том и сделаем подкормки наши у нас есть такой хороший препарат который все вы знаете называться борной кислотан так вот борная кислота а вот два грамма а а это половина чайной ложки, мы растворим в пол-литрах горячей воды. Растворили в пол-литрах горячей воды, и после этого мы разбавим весь объем на 10 литров воды. И вот в этот же раствор, который мы сделали, это самое для свеклы, мы добавляем 50 грамм хлористого калия. Ну, конечно, берем обычную мерку, как я вам показывал в предыдущих роликах, 50 грамм хлористого калия. И вот этой смесью борной кислоты с хлористым калием мы обрабатываем все растения нашей свеклы по листьям. Если мы обрабатываем по листьям, значит, мы убираем все признаки фамоза, то есть это пожарнение корнеплода, которое должно развиваться в наших растениях. Его уже не будет. Соответственно, ваши корнеплоды будут качественными и будут без этих черных промежутков. Поэтому такая подкормка очень-очень желательна. Первое, запоминайте, борная кислота плюс хлористый калий, потом через 10 дней мы что можем дать, это не поздно дать и в июле, это не поздно дать и в ауще. Следующая подкормка после бора – это просто одним хлористым калием. Хлористым калием берем даже, норм можно повысить до 100 грамм на 10 литров воды, обрабатываем некорневую по листьям. Если ваша свекла очень сильно болеет, и вы видите, что вам не помогают эти некорневые подкормки, значит, еще не поздно, опять же, не затягивая долгий ящик, как говорится, сделать подкормку следующим составом. Значит, мы берем 200 грамм нела или извести, и 50 грамм хлористого калия. Не мочевины, не селитры, ничего, а именно хлористый калий. Известковое удобрение плюс хлористый калий на свекле сотворит чудеса. Полива, и наша свекла будет развиваться прекрасно. Корнеплоды у вас будут сочные, будут они хорошо храниться, будут без черных пятен. Вот, совет вроде и простой, это самое, вот сделайте, и будете иметь замечательный урожай столовой свеклы. Болезни быть вам нипочем, а вам хорошего урожая. До новых встреч, смотрите наш YouTube канал. До свидания.